Здравствуйте! Слава нашему Господу! Я хочу поздравить вас с праздником! Мы до конца еще необычно, нам 25 числа официально нас поздравляет и президент Сен-Видова. Ну, я думаю, мы привыкнем. Для нас ведь самое важное не день, не дата, не число, а то событие, которое произошло, и мы находим это и определяем как библейскую истину. Мы читаем об этом на страницах Священного Писания, и для нас вот это является самым важным. Два евангелиста подробно описывают вот эти события, как это происходило. Вот уже дважды сегодня мы слышали историю из Луки. Вначале, Владимир Николаевич читал, и детки нам пересказали евангельскую историю повествования евангелиста Луки. Еще об этом написал Матфей и, можно так сказать, Иоанн. Но Иоанн не совсем писал о рождении Иисуса Христа, но он приоткрыл нам завесу в вечности. Он пишет об Иисусе как о слове, которое вечно, которое было всегда, было всегда с Богом и было Богом. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея. Это самое короткое повествование. И мы еще раз вспомним то, что вспоминаем каждый год, и то, что мы читаем на протяжении целого года. Мы обращаемся к Священному Писанию, где нас эти истины, они не возрождаются один раз в год, но они живы для нас. Всегда с того момента, когда Бог нашел нас. Евангелие от Матфея, первая глава, с 18 стиха. Написано, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии его, матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, Все девы в очреве приняты родить сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Иосиф, встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господний, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего, педренца, и он нарек ему имя Иисус. Вот это рождественская история, которая рассказывает нам об этих событиях. И мы уже множество, множество раз сами читали, и слышали разные проповеди об этих событиях, и о том, какие сверхъестественные вещи происходили вот именно в этот момент рождения Иисуса Христа. И иногда мы даже пытаемся умом своим, есть очень хорошие, емкие высказывания отцов Церкви, людей на протяжении двух тысяч лет, которые пытаются несколькими предложениями, наиболее точными фразами описать божественное воплощение Иисуса Христа. Мне кажется, мы не сможем это сделать до конца. Для нас это не до конца понятно. Как Бог вечный, безначальный, вездесущий, всемогущий, Бог, который мог бы поместиться в этом конечном теле, кленном? Как это может сочетаться? Эти и другие вопросы, они постоянно возникают у верующих людей, у христиан. Сегодня мы слышали такое выражение, и мы часто его говорим, и не обязательно на Рождество. Иисус Христос в сердце. Иисус Христос в нашем сердце. А что это значит? Что значит Христос в моем сердце? Есть масса других вопросов, которые возникают у нас. Мы часто их говорим, мы озвучиваем, но до конца ли мы осознаем, осмысливаем всю глубину того, что мы произносим? Бог возродил у нас духовно. Мы родились от Духа Святого. Своим воплощением и смертью Христос смерть поправ. Много есть высказываний, над которыми стоит задуматься. Как мы уже сегодня слышали, если мы по всей полноте понимаем все то, что говорит нам Бог со страниц Священного Писания в отношении Божьего искупления, которое Бог приготовил прежде создания мира. Когда мы это понимаем, для нас это действительно становится радостью. Жизнь на этой земле, хоть она и сложная, хоть она и порой очень трудная и приносит немало различных забот, скорбей, эта жизнь становится радостью. Воплощается Божье Слово в жизни тех людей, которые осознали это. Иисус Христос говорил, блаженны. О нас, братья и сестры. Мы в прошлое воскресенье слушали проповеди о блаженстве, о счастье, о тех людях, которые по-настоящему счастливы. И брат Алексей задавал вопрос, действительно, это актуальные вопросы. Насколько я счастлив сегодня? Ведь если я в полноте понимаю то, что совершил Иисус Христос лично для меня, то то счастье, которое идет вместе со спасением, в придачу, оно должно преобладать. Оно обязано преобладать в моей жизни над той горой различных всяких трудностей, печалей, забот, которые есть у нас в повседневной бытовой жизни. Они есть. Никуда от них не деться. Воплощение Иисуса Христа – это тайна. Мы читаем об этом в послании апостола Павла к Тимофею, 1 Тимофея, очень запоминаемые стихи 3.16. Это как Иоанна 3.16. 1 Тимофея 3.16. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповеданным в народах и принят верою в мире. И в этом вся суть воплощения Иисуса Христа. Он пришел, Он исполнил Божий план спасения. Когда мы говорим об воплощении Иисуса Христа, Его рождении, о том, зачем все это произошло, ведь для нас важна суть. Мы понимаем, что за всем этим стоит многовековая история. От чего спасать? Зачем спасать? Зачем умирать за меня? И мы видим, как Бог имел прежде создания мира. План. План, который Он воплотил через Иисуса Христа. Который был предназначен прежде создания мира. Что это значит? Это значит, что в определенные моменты Бог очень ясно и четко осознавал, что Его творение, которого еще не было, человек, в котором написано, венец Божьего творения, созданный по образу и подобию Господа, Он не устоит. Он свернет с Божьего пути, ослушается Божьего Слово. Бог ясно это осознавал, Он знал, Он все знающие. Прежде, нежели появился первый человек Адамы. Я не думаю, что у Бога были какие-то колебания. Так творит ли? К чему дойдут люди в своем отступлении, в своем отвержении Бога? Забыл своего творца. Знал ли Бог все это? Знал. Поэтому и план прежде создания мира. Бог настолько воспринимает нас, люди, всерьез, и Он все равно, зная все это, решает дать начало человеческой жизни и появиться всем нам сегодня. Поэтому, зная все это, что человек отступит, предаст, окажется неверным. Поэтому, не Бог, не прав, люди не правы. И хорошо сказал когда-то Агустин, что уходят от Бога и приближаются к Нему, не передвигая ногами в пространство. Люди все дальше и дальше удаляются от Бога в своем мировоззрении. Это суть воплощения Господа Иисуса Христа. Прежде создания мира у Бога был готов этот план. Бог знал, что человек отвернется от Бога. Что человек приступит к Божьей повелению согрешить. Он сделает преступление Божьего, Святого Закона. Бог знал, Бог приготовил выход для человечества. И мы все знаем, что этот выход через одну дверь, которая есть Иисус Христос. Он о себе сказал, я есть дверь овца. Если кто войдет, тот и выйдет, и пажить найдет, и будет вечерить с Богом. Но я хотел бы от этих событий, братья и сестры, перенестись немножко дальше. Ну, примерно на почти сто лет вперед. Точной даты мы не знаем, но первое послание Иоанна было написано приблизительно тогда, когда ей книга Откровения. Это в конце первого века. Я хотел бы поговорить о некоторых моментах, которые мы имеем благодаря приходу Иисуса Христа, благодаря Его святой жизни и смерти и воскресенья. Я хочу обратиться к этому тексту, и мы порассуждаем над ним. Переносимся вперед на сто лет. Первое послание Иоанна уже есть в церковь. Это плод смерти Иисуса Христа. Это плод Его воплощения. Это благодаря всему тому, что Он сделал для человечества. Божий план вступает в силу, и церковь рождается. И она уже находится на этой земле, ну, приблизительно лет 50. Первое послание Иоанна, пятая глава, с 18 стиха, мы прочитаем три стиха. Иоанн пишет в церкви, говорят такие слова. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот эти три стиха, в которых очень ясно мы можем увидеть таких три основных пункта. Это три знания, которые Бог через Иисуса Христа дает искупленным людям, верующим, детям Его. И первое, в 18 стихе мы читаем, мы знаем. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Тут проблема. Это Джо Иоанн, в первой главе этого послания, в 8 стихе. Говорит, а кто говорит, что не имеет греха, тот уважается. За любви, блядь, противоречит сама себе. Не думай. Но как же нам понимать кажущиеся противоречия? Ведь очень ясно и четко мы читаем на страницах Священного Писания. Иоанн убеждает нас в 18 стихе. Мы знаем, и это знание дано нам от Бога, мы поймем это позже. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. И вот, наверное, поможет нам разобраться в этом вторая половина стиха. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый, не прикасается к Нему. Итак, первое знание, которое Бог дает своим детям, тому человеку, который вполне осознал Божий план спасения, уверовал в Иисуса Христа, родился от Духа. Это одно из знаний, и первое, о котором мы прочитали в 18 стихе, это то, что он не грешит. Слово «не грешит», «грешить» или «не попадать в цель, промахиваться». Здесь это глагол, который говорит о том, что верующий человек, рожденный от Бога, он не делает грех. Возможно, вы слышали. И, возможно, сами так говорите. Ну, здесь имеется в виду, что верующий не согрешает. Грешить и согрешать – это разные вещи. Ведь грешат не верующие, а согрешают верующие. А разница какая? А разница, возможно, вы слышали, в том, что грешить – это делать сознательные грехи. А согрешать – это, ну, случайно. Ну, не сориентировался в ситуации. Ну, как-то так получилось, что это произошло, скажем так, не по твоей воле до конца. Ты вспылил, как-то прогневался. Или же ты обманул. Или же что-то еще. Но это так быстро происходило, что помимо твоего разума ты не успел сориентироваться, и это было несознательно. Вот такую разницу проводят между словом «согрешать» и «грешить». Но, скорее всего, это неправильно. Ведь и согрешать, и грешить – это одно и то же. В глазах Бога не важно, согрешили вы или сделали грех. Это преступление Божьего закона. И оно точно так же и с такой же силой ненавистно святому и праведному Богу. Так о чем же хотел сказать нам Иоанн? Могут ли грешить верующие люди, о которых написано здесь «рожденные от Бога»? Те, которые уверовали в воплощение Иисуса Христа от Девы Марии. Те, для которых эта весть принесла неземную радость и счастье и смысл бытия. Может ли такое происходить? С народом Божьим, с церковью. Иоанн говорит, что мы знаем, что всякий рожденный от Бога не делает греха, не грешит. И вот эта вторая половина стиха, она объясняет нам, как нам лучше это понимать. Но рожденный от Бога хранит себя, и мукавый не прикасается к Нему. Слово «хранит» – это слово, которое буквально обозначает «стоит на страже». Он бдит, он на постоянном чеку, он охраняет себя. Или же лучше будет сказать в этой половине стиха, что Бог охраняет этого человека. Если мы попробуем совместить это с рождением от Бога, ведь вначале мы читаем, что рожденные от Бога. И это слово «рожденные» оно стоит в пассивной форме. Это понятные вещи. Ведь и физически мы рождаемся, скажем так, без нашего участия, без нашего желания. Кто-то взял и запланировал и родил, и Бог дал жизнь. Точно так же происходит и духовная жизнь. Бог рождает человека. Появляется новое творение во Христе Иисусе. Так вот, когда мы говорим о том, что Иисус Христос в нашем сердце, мы и говорим о том новом творении, которое произошло благодаря Божьей силе невидимой. Рождение от Духа Святого. Когда мы говорим, что рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, мы должны понимать это так, что тот человек, который родился от Бога, у него появляется новая и сестра, которому несвойственно, несвойственно мириться с грехом. Который никогда не будет мириться с грехом. Правильнее сказать будет так. Никогда не будет мириться с грехом. Дух Святой живет вместе с нами. Дух Святой наполняет нас. Он раз и навсегда соединяется с нашей личностью. Это как тайна воплощения Иисуса Христа. Мы не знаем, где, в каком месте он находится, но он всегда с верующим человеком, рожденным от Бога. Дух Святой. Если говорить современным языком, для молодежи это будет понятнее, но я думаю, сейчас время прогресса, и вы поймете. Это нечто. Ну, если можно так сравнить, это не до конца правильно. Нечто похожее на антивирус, который вы устанавливаете на операционную систему в компьютере, который всякий раз сигнализирует о том, если туда попадает что-то плохое, какая-то угроза. Он сразу на это реагирует. Дух Святой это не антивирус. А Дух Святой это третья личность Бога. Которая обладает тем же отыдной святостью, праведностью абсолютно. И поэтому у него ничего не может быть общего с грехом. И вот это и есть отличие. Именно это хотел сказать Иоанн, что верующий в человек, получив эту новую природу, верующий в человек, получив Духа Святого, он, если и делает какой-то грех, а это может быть даже сознательно, он никогда не будет мириться с ним. Это никогда не удовлетворит верующего человека. Никогда. Он будет противиться этому. Он будет со слезами плакать. Он будет умолять Бога, чтобы Бог исправил это положение. Таковое естество, рожденных от Бога. В этом смысле они не грешат. Они не находят больше удовольствия в богопротивных делах. И мне это радость. Это не удовлетворяет. Это можно сравнить с обычным примером, как неверующие люди, они супованием делают грехи. Ну, скучно человеку сидеть дома. Они пойти ли мне развеселиться? Запечалиться бы? Несколько. Абсолютно. Кто-то сидит у нашего дома плана, как бы обзавестись еще одной женщиной, которая не будет ни женой. И абсолютно ни колышек. Верующий человек не может. Он не сможет так. Об этом говорит Священное Писание. В этом суть того, что Иоанн говорит, что верующий и рожденный от Бога, он не грешит. Он не делает греха. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый, не прихацается к нему. Речь идет о том, что вот это новое естество, дарованное нам Богом, Ему не свойственно с упованием, с каким-то желанием и умилением наслаждаться грехом. Никогда. Именно это хотел сказать Иоанн, что такое знание мы получаем, уверовав в Иисуса Христа. Мы понимаем, что верующему человеку не свойственно грешить. Множество, множество раз Слово Божие в разных вариантах говорит нам о том, что верующий человек должен быть святым. Подобно, как он свят. Это не значит, что мы станем абсолютно безгрешными людьми здесь, на этой земле. Нет. Это ожидает нас в вечности. Слава нашему Господу. Он раз и навсегда избавит нас от этого тела греха и смерти. Но верующий человек должен стремиться к святости. Об этом множество раз говорит Священное Писание и требует того, и повелевает нам это. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к Нему. Этот Дух Святой, Он стоит на страже нашего сердца, духовного сердца, не физического. Это дарованная Богом милость и благодать, которая не даст нам никогда милиться с грехом. Второе знание. В 19 стихе Иоанн говорит, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит в грех. Еще одно знание, которое мы получаем, веруя в Иисуса Христа. Бог открывает нам это. Бог открывает нам истину о том, что мы от Бога. И этот предлог от Бога, это как руки, Леша знает, глагол, которое показывает направление действия изнутри. Мы от Бога родились, мы Ему принадлежим. И Иоанн говорит, что это знание имеет каждый рожденный свыше, что я собственно Святого Бога. Я принадлежу Ему. Интересное слово призвание. И вот здесь нет в этом тексте, но текст, который мне приходится исследовать, 1 Петра 3 глава 8-9 стих, там написано о том, что мы призваны делать добрые дела. И это слово, оно буквально обозначает называть по имени, властно, вызывать. Это то, что Бог делает с нами, когда рождает нас свыше. Это то, что Бог делает с нами, когда призывает нас в свою святую семью. Это то, что отображает вот эту истину, о которой говорит Иоанн. Мы от Бога, мы из Него, мы от Него. Мы принадлежим Ему. И зная это, имея такое знание, это второе знание, о котором говорит Иоанн. Нам проще жить в этом мире. О котором, кстати, здесь сказано. Что весь мир бежит возле. Это слово, мир, оно буквально звучит следующим образом. Космос. Но, скорее всего, речь не идет обо всей Вселенной, которую Бог сотворил. Хотя все творение потерпело на себе влияние греха и грехопадения. Абсолютно все. И даже весь космос. Но, потому что мы замечаем катаклизмы, но, скорее всего, здесь речь идет о той безбожной системе, которая окружает нас. И с того момента, как люди согрешили, мы можем только вспоминать и перечислять, и у нас пальцы у них хватит. Начиная от Вавилонской башни и дальше, и потопа, люди только то и думают, и делают, что строят какую-то свою систему, в которой точно нет Бога. В ней нет Бога. Что это значит? Весь мир лежит возле. Стоит ли нам выйти из мира? Помните, апостол Павел говорил, я, впрочем, пришел вам не сообщаться с блудниками, ну, не вообще с блудниками мира сего, но с теми людьми, которые называют себя братьями, а остаются блудниками. С теми не сообщаться и даже не есть. Ведь если бы вообще со всеми блудниками не сообщаться, Павел говорит, тогда нам надо было бы выйти из мира, уйти в монастырь. Но не об этом. Он говорил. Мы знаем, что весь мир лежит возле. Мы знаем, что вся эта система с ее нравственными ценностями, программами по улучшению и качеству жизни, что бы они ни делали, там нет Бога и не будет. Весь мир лежит возле. И это знание, оно дается человеком от Бога. Ведь неверующие люди абсолютно этого не понимают. Мы знаем, что это нам дает. Ненавидим ли мы все общество, все материальное, все, что окружает нас. Нет. У нас не должно быть к этому ненависти. У нас должна быть ненависть к греху. Бог оставил церковь свою здесь, в этом мире, для того, чтобы мы проявляли Его святость. Как написано, чтобы люди, видя добрые наши дела, прославляли Отца Вашего Небесного. Итак, второе знание, которое мы имеем от Господа, веруя в Иисуса Христа, это некие плоды, которые благодаря смерти нашего Господа, жизни и Его святому, божественному воплощению имеют верующие люди. Первое, это то, что мы знаем, Бог дал нам эту новую природу, которая противится греху. Никогда не будет мириться с грехом. Это тот залог Духа Святого, тот корень праведности, который есть внутри нас от Бога как дар, как знак принадлежности Ему. и дальше это повторяется истинно, еще одно знание, что мы принадлежим Богу. Абсолютная уверенность. Человек точно знает, рожденное Духо, что Он Божий человек, что Он принадлежит Богу, а весь мир лежит возле. И это не просто так сказано, речь идет о том, что верующий человек, он не впадает в панику, он не впадает в депрессию, из-за того, что вокруг это зло, вокруг, куда ни глянь, зло. Все порочно, в больницах взятки, везде, везде, куда ни пойдите. Верующий человек такое знание не приводит в депрессию. Именно об этом хотел сказать апостол Иоанн. Потому что первая часть стиха, знание о том, что мы принадлежим Богу, она преобладает. Это то счастье, это радость, это благодать, которая должна преобладать над всем, что окружает нас нехорошим. Ничего больше, увы, но неправды, зла бывают больше в этом мире. Иоанн хочет, чтобы церковь знала это. Рожденный свыше человек понимал, что мир не будет лучше, люди не станут лучше, системы не станут лучше, империи не будут улучшать нашу жизнь, разве что материально. Это может быть. Люди, и эта мировая система, она движется к тому, чтобы облегчить жизнь, но там нет Бога. Именно поэтому весь мир лежит возле. Все, что они делают для славы своей, для славы человеческой. И вот третье знание, наверное, самое важное, самое ободряющее для нас. Это то, что говорит Иоанн в 20 стихе. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Еще раз, Священное Писание повторяет нам эту божественную истину, что Иисус Христос является Богом. Богом, который пришел на эту землю, чтобы спасти грешных людей. Богом, который открылся нам. Богом, в которого мы уверовали. Богом, которого мы приняли и который дал нам залог Духа Святого как гарантию принадлежности Ими. Который дал нам знание того, что мы от Бога из Него и в Нем. Знание того, что мир не станет лучше, но это не тревожит нас настолько, чтобы следовать за Ним или же впадать в депрессию. Потому что мы от Бога ожидаем лучшего на небесах. Слава Ему. Здесь Иоанн говорит, что Иисус Христос пришел и дал нам это знание. Он провел свет. Провел свет в тьму и сам Христос, помните, много раз Он говорил о себе, что Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего к земле. Если жизнь человека, его существование здесь на этой земле не просвещена, божественным светом Иисуса Христа, когда человек потерянный для Бога, он не принадлежит ему, он не имеет такого знания, что грех неприятен святому и праведному Господу, он не имеет такой защиты и способности противостоять и бороться с грехом и стремиться к святости. Это все удел рожденных от Бога людей. Иисус Христос говорит о себе, что Он есть свет. Этот свет просветил и наш разум. Слава нашему Господу. И вот хотелось бы, чтобы мы помнили или запомнили вот эти вот три знания, которых Иоанн здесь говорит церкви верующим людям. В принципе, вся пятая глава говорит о рожденных от Бога людей. Он говорит о том, какими они должны быть, что чуждо им. И вот в конце есть вот такое заключение. Апостол Иоанн рассказывает о том, чем обладают рожденные от Бога люди, каким знанием. И это знание даровано нам. Это знание помогает нам жить, оно мотивирует нас, оно строит наше христианское мировоззрение. Это тот стержень, без которого нельзя жить по-христианству. Если я не имею рожденной от Бога природы, которая противостоит греху, я обреченный ворожаю. У нас и так немало ошибок и промахов, но Божья благодать, Дух Святой, который в нас, внутрь нас, Он не даст нам быть искушаемым сверх силой, так написано. Он будет бороться за нашу святость и наше чистое житие перед Богом в этом мире. Это делает Бог славой. Он дал ему такую способность. Второе знание это знание о том, что мы принадлежим ему, а весь мир он возле. И улучшить его нельзя придумать такую систему, которая сделала бы мне лучше. Только Евангелие, в принципе можно видеть даже в этих трех стихах. Это Евангелие под Иисусом Христе, потому что он сделает о том, что он может изменить ей, то, что он может выровнять то, что не получается у людей. И третье это то, что сам Христос Он делает это. Он дает нам вседает нас это знание благодаря рождению от Бога, рождению от Духа. Он проливает свой божественный свет. Божий пооплотился и в наших жизнях, и за это мы благодарны Ему. Пусть Бог благословит. Помните о том, что мы знаем, что рождение от Бога не грешат, но хранят себя в Божьей благодати и силой Его. Помните о том, что мы знаем, что мы принадлежим Богу и всегда Его, хоть весь этот мир противостанет против нас. И помните о том, что божественный свет никогда не даст нам от Бога. Аминь. 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 Аминь.